Спикер Сената раскритиковал систему здравоохранения. Касым Жамартукаев отметил, что Казахстан добился снижения детской смертности, улучшения охраны материнства, усилил борьбу со спидом и туберкулезом. Вместе с тем, медицинская сфера нуждается в долгосрочной модели, которая обеспечит доступность и качество медуслуг. Сейчас, по словам председателя Сената, сложилась неблагополучная ситуация в системе подготовки специалистов. На положение отрасли влияет и рост бюрократии. Врачи вынуждены большую часть рабочего времени отводить на оформление бумаг и заполнение формуляров. Предстоящее повышение зарплаты медработникам по новой системе оплаты труда от 7 до 28% Касым Жамартукаев назвал важным, но недостаточным шагом. По его мнению, врачи необходимо обеспечить жильем и повысить престиж их профессии. Мы должны обратить самое пристальное внимание на должную оплату труда медсестер и санитарок, выполняющих большую работу. Мы поедали немало министров здравоохранения. Каждый из них предлагал и продвигал свою программу. Каждый из них уверял депутатов парламента, что его модель наиболее оптимальная и опробированная. Ну, результаты нам известны. Оставляет желать лучшего, по мнению спикера, и качества лекарственных изделий. Глава Минздрава Тамара Дзисенова, которая сегодня презентовала депутатам новую госпрограмму Ден Салох, ответила, что до конца года ведомство разработает казахстанский национальный лекарственный формуляр. Он станет справочником как для врачей, так и для всего населения страны. Там должны быть лекарственные средства, соответствующие международным стандартам, зарегистрированные. Вторая сторона – это обеспечение контроля. Для этого будет создаваться фарминспекция. Первые, значит, оборудованные уже машины появились. Они сейчас работают в городе Алматы, в Кустанае сейчас пилотируем. Расмапри приезжают прямо в аптеках, рассчитывают и рассчитывающие. Эти, они рассматриваются, насколько лекарства, которые находятся внутри упаковки, соответствуют тем стандартам, которые прописали. Тамара Дзисенова сообщила, что ведомство станет бороться с неэффективным использованием бюджетных средств. Так, например, дорогостоящие оборудования клиникам будут давать в лизинг. Кроме того, медицинские вузы пересмотрят образовательные программы. Молодых специалистов будет тестировать независимая комиссия, состоящая из членов профорганизации.